Спасибо. А вонзи с взором, ортопеды, внедорожники, дают всё на своём пути. Фирма Лэнкрусь, кукурузь, грязи не боюсь. Ну, прихид, конечно, не филармонический, но зато местные гёрлы на мне виснут, как блоки на беззубой собаке. Что сделаешь? Ведон я свой назвал, не дай себе засохнуть. Ими всё, жажда ничто, открыл кран и набился же, ведь правильно. Ну, понятное дело, не всем это нравится. Многим, особенно, которые взадь меня в кинотеатре сидят. Тут недавно сладкая парочка твиксов за мной сидела, полчаса лобызались. Потом слышу, гёрла лопочет. Дима, а что ты нам уже полчаса на экране какое-то гнездо показывает? А этот твиксанутый ей отвечает. Знаешь, Леночка, мне кажется, даже я вижу этого дятла, который его свил. Ну, я так поворачиваю, говорю, послушайте, вы у дота, это вы будете гнездо видеть, а мы дятлы в дуплах тусуемся. А вот, а что было на прошлой неделе, хотите, расскажу. Короче, рвём мы сей туснёй когти на гринпис, ну, на природу. Ну, там, кислородом отравиться. Да иногда аж к родным берёзкам тянет, да, спинку потереть. И вы знаете, берёзовый сок с томатной пастой и другими ингредиентами так плющит. Короче, отвисли мы по полному улёдному расколбасанию. Мы всю поляну ортопедами перепахали, кроты бедно испугались, подумали землетрясение. И тут, прикинь, в лесу берёзовал, сок закончился. Ну, не течёт, даже через соковыжималку. Чё делать? Ко мне народ подвалил, говорит, послушай, Рокес, у тебя самый цивильный, прикинь, стартуй в деревню, притарань нам литров пять живой влаги, иначе все засохнем, как саксоулы в пустыне Сахара. Ну, чё делать? Я согласился, конечно. Подруга мне хурму-дорогу дала, зараза зелёная. Да не, не подруга хурма, а подруга у меня во, Мэри Поппинс. Не, ну не та, которая там по Европе с зонтиком летает. А её просто зовут Маша, по-нашему Мэри, а Поппинс, ну, прозвище по части её тела. Ну, чё, пилём деревню напрямую через кладбище. А мне не страшно, весь трав в коктейле растворился. А тем более светло было, полнолуние. И день такой прикольный, пятница, тринадцатый, а вы откуда знаете? Иду, и ракет, как парус в лунном свете. Слева мне светлячки подмигивают, справа со мной ёжики здороваются, красотища. И знаете, только я причалил к окраине, во всём селе собаки завыли. А на крайнем участке меня кобель увидал, метроном свой поджал, и как двинется в сторону леса, вместе с цепью, с будкой и частью забора. Смотрю из избушки, мужик выскакивает в одних семейных растоптанных трусах ниже колен. Ну, наверное, коленки мерзнут. Кормульбух на себя мой наставляет, а у меня фурма рот завязала напрочь. Я молю, 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 молю. Словом вымолить не могу. Смотрю из дома ещё два телегузика выкатываются. Один с серпом, а другой с молотом. Этот молотом меня крестит и говорит другому. Видать, когда мы боль пахали, мою могилу потревожили. А вы прикиньте, у меня от коктейля зрачки чуть расширились. Белков не видно, а не желтки. Вы слегка прикопчёные, ну, пацаны, ради интереса, бросили пару покрышек от автомобиля в костёр. А этот серпом ему говорит, ему надо хол осиновый в сердце вбить. Я говорю, мол, 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 мол. А этот серпом стоит и говорит, видишь, тварь рогатая, как нервничает, жертву бросит. А я сиганул через плетеньки, стал огородами уходить. А этот крестьянин мне полуракезы отстрелил. Деревенский робин-гад. Валился в какой-то сарай, оказался курятник. Ну, куры меня заценили. Я сейчас думал, куда статирать начнут. А они ко мне жмутся, глазки строят, стонут в эротическом припадке. Фу-ку-ку-ку-ку! Ой, и тут из темноты выходит конкурент. Клювя-рво! И ракет с большим моего двораза шпур, и мои ортопеды вообще отдыхают. Но я битвы ждать не стал. Ломанулся через заднюю стенку, вылетел весь в омлете. Беру вопрос. А сзади верёвки ещё на глушняк прицепился. Вообще не оторвёшь. А в деревне борьба, революция. Все орут за гоня нечистого на флажки. Баба голосит. Пришёл к нам чёрт рогатый. И взять его лопатой. Ну, а здесь же педовые, копыт пудовые. Ну, конечно, пудовые. Весь протектор у ортопедов курином удобрением забит. Я бегу дальше. Смотрю, мужик бежит мне навстречу с кастрюлей, молотком по ней дубит. Закончик меня, значит, пугает. А у меня тут хурма отлегла, и я ему, опа, еда себе сама в кастрюлю несёт. Он прыг и в обморок. Смотрю, невдалеке девчонка, девчонка бегу, стайка такая. Я бы не по-доброму, по-хорошему. Да ярочки, свинарочки, где живой влаги взять, где нагапы. Они меня, как увидели, остолбенели. Рды открыли, глазёнками хлоп-хлоп. И вдруг одна как завопит. Девки, я его вчера скине видала. Вампиренда, графа-драпула. Смотрю, передо мной бабулька девятостоилетняя, через двухметровый забор, как сиганёт с телёнком на плечах. И крестится. Чур меня, чур меня. А я говорю, бабуля, чур тебя я не хочу. Я хочу чур первачу. Живой воды хочу. Смотрю по соседней улице, мужики две фляги катят. А от них духан такой. Ну понятно, живая влага. Я к ним, бомбарики, бухарики. Накатите мне, пожалуйста, в баночку живой влаги. Они стоят на меня, смотрят. И самый лантевидный мужик выходит. Фуфло на себе рванул и говорит. Кровь пей, но фляги не тронь. Ну, короче, вернулся я к своим галимым порожнякам. И прав наш президент, что культуру массы продвигает. А то, что же это такое? Если каждый пипл будет с виллами кидаться на неокрепшее молодое поколение. Если народ не может обеспечить насущные потребности молодежи, то тогда, извините, культурным языком говоря, это тундра, вилла, караул, стойбище, аул. Клянусь своим иракезом. Спасибо. Знаете, я хочу, пользуясь случаем, просто все время забываю. Вот у меня кто-то вот эти часы оставил, вот такие. Ну, я воспользовался, да, вот, железный этот самый ремешок. Зайдите, пожалуйста, ко мне, кто-то на физкультуре, я в зале нашел. Все, спасибо, с праздником вашим. Вам, 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 праздник, мужиков. Все. Мне было, по-моему, спасибо. Спасибо. А сейчас, с теми приглашается.